Как бы развивалась история, если бы в 1936 году Гитлер умер и Германия осталась без его руководства? Явно уж кого-то из вас данный вопрос интересовал. И сегодня мы с вами проверим, какие пути развития получила бы Германия без Гитлера. Притом мы с вами будем говорить не о пути коммунизма, нейтралитета и лишь демократии, которые есть в оригинальной веточке фокусов. У нас здесь с вами новый путь фашизма, где за место Гитлера может прийти ряд других интересных личностей. Ссылку на мод вы найдете в описании, там нам предлагают, если я не ошибаюсь, трех человек. А сам ивент стреляет через 7 дней после старта. Так что давайте запустим время и дождемся этого ивента. А он даже быстрее произошел, смотрите-ка. И мы с вами можем выбрать. Настут Геринг, Гиммлер, который дает неплохие бонусы и Геббельс. Как видите, все они остаются лидерами фашистской партии и в будущем эти три путя будут дорабатывать. На данный момент, как я понимаю, самый интересный вариант это Гиммлер. Давайте на него и глянем. Выбираем. Вот наш с вами новый диктатор. Инкогнито еще и поддержка партии растет. Кроме того, посмотрите, вот сюда вот у нас новая веточка появилась. Где мы с вами можем развивать Германию, увеличивать призыв. Кроме того, здесь прописали ряд ивентов. Да, улучшение генералитета организации дивизии плюс 15. Это, между прочим, мощно. Но самих фокусов, как видите, не так уж и много. То есть такая небольшая подветочка, которая просто разнообразит игру за Германию. Давайте заодно проверим у других лидеров. Интересно, что они на данный момент тоже дают. Или же еще они не проработаны. Выбираем Геринга. Как видите, выбирая Геринга, мы ничего с вами не получаем. Он сам тоже пока без модификаторов. Ну и та же самая история будет и с третьим вариантом. На данный момент сделан Гиммлер, хотя уже подветочки на других правителей анонсированы. И вы можете посмотреть их в моде. Давайте Геббельс. Ну, у руля у нас есть. А никаких пока новых фокусов он не дает. Ну что ж, давайте вернемся тогда к Гиммлеру. И посмотрим на него. Выбираем. Делаем здесь еще одну сохраночку. И посмотрим, что эти фокусы вообще дают. Выбираем первый фокус. Мы с вами получаем модификатор. Я бы не назвал его очень плохим. Ну и хорошим бы тоже не назвал. Ну так. Более-менее жить можно. И он при том очень важный. Нам именно его и надо взять. Давай дальше. Мэн Пауэр. Командные очки и политическая власть. Выбираем это решение. У нас здесь как раз появляются новые решения веточки. И у нас здесь происходит чистка. Нам с вами надо добиться легитимности. На самом деле интересное дело, так как нам придется терять ряд командующих. Притом достаточно интересных. Давайте, если мы будем щадить. То есть 26, 80. Манштейн. Легитимность 20. Легитимность 12. Опять давайте выберем. Растет СС легитимность очень медленно. Ну, а если мы будем, например, разбираться. То да, побыстрее. Я так понимаю, нам надо до 80 добить. Ну окей, давай тогда всех зачистим. Это не такая уж и большая проблема. Давайте в политической власти тоже бахнем чуть-чуть. Ну не так уж много. Саточку хотя бы. Чтобы не ждать. Разберемся. И нам получается 8, да, добить остается. Давай тогда интегрируем его. А здесь, ну, наверное, просто тоже интегрируем. Все, 86, 80. То есть минимальный лимит и порог мы с вами сделали. Отлично. И через 90 дней у нас с вами получается гражданка. Ну давайте тогда всех интегрировать. Интересно, мы тогда сможем выехать на прям вот минимум-минимум. Стабильность, к сожалению, мы, конечно, потеряем очень сильно. Но мне кажется, мы все равно... Мда. Прям в грань. 74. Нет, все равно гражданка будет, и нам надо просто 80 обязательно набрать. Небольшое пояснение этого момента во время монтажа. Надо добить минимум 80, чтобы потом вот эти вот 90 дней вам не тикали, и гражданке никакой не произошло. И, как видите, даже если всех командующих сохранить, то ты почти добьешься 80%. То есть, по сути, вам надо расстаться с каким-нибудь одним таким сильным и хорошим командующим, и все будет нормально, никакой гражданки. Как по мне, это немного легко. То есть было бы логично, если бы надо было избавиться от немалого части командующих, то есть от множества личностей, и только тогда все было бы спокойно. А то так отдал одного, ну двух мелких каких-нибудь, и все, ты добился нужной легитимности, и при этом весь генералитет сохранился, и никакой гражданки. То есть этот момент, как по мне, можно сделать более сложным, заставить тебя потерять реально часть генералов, потому что дальнейшие бонусы вполне себе неплохие, и потерю нескольких генералов, ну не так уж и жалко. Зато будет повод прокачать новых командующих и создать совсем другую Германию. В итоге вот так вот аккуратненько я на 94% набрал, давайте запускаем время, да-да-да, чистка как раз, мы получаем огромнейшие дебафы, выполнено. А, все, то есть мы набираем необходимый уровень нелегитимности, у нас не будет гражданки. Все, я так и думал, что вроде по писанию так и есть, окей. То есть никакой гражданки нас не ждет, все нормально, у нас есть пока дебаф, от которого мы с вами как раз можем избавиться, и кроме того получить новый ивент. Давайте на них тогда и посмотрим. Здесь мы получаем нового фельдмаршала Гиммлера как раз, и получаем еще прирост армейского опыта плюс 10. Ну давай посмотрим на нового фельдмаршала. Вот он пятиз... Ох, ничего себе, 4-4-5-3. Пятого уровня. Не, ну красавец, красавец, не поспоришь. И он реально может привести Германию к своему аналогу светлого будущего. Дальше мы здесь ивенты вызываем, давай. Здесь мы с вами получаем советника политического. Ага, то есть все три советника как раз у нас у руля, и нам теперь их надо поставить именно управляющими, тогда мы сможем двинуться дальше по этой ветке фокусов. При том, смотрите, командующий какой классный дивизия скорость плюс 10 поднимает. Так еще и атаку плюс 10. Просто это жесть. Окей, это соединение вот этих вот двух командующих в одном целом. Ну и конечно же, куда без прекрасного руководителя судмаринами? Достаточно мемный уже персонаж в кругах хойщиков, а здесь он еще и прокачан. Плюс 15 атаки, 10 защиты и 20% крейду на конвой. Вообще прекрасно. И куда же без командующего авиации? По 3% бонусов. Берем. И у нас теперь доступное движение дальше. Организация дивизии плюс 15. Скорость линии плюс 10 и атака и защита плюс 5. Берем. И у нас опять ивент. И мы будем называться... Ооо, новое название. Давайте. Черное солнце. Я так понимаю, флаг лучше тут зацензурить будет. Но вот свет. Вот свет, кстати, становится реально прекрасным. Посмотрите на нашу новую державу. Вопрос, кстати, у нас решение на формирование... Да, скорее всего решение на формирование Великого Германского Рейха остается. То есть оно никуда не девается. И мы вполне себе сможем с ним жить. Ну и также, конечно же, стандартная древа флуксов тоже с нами. Нам придется, конечно, сюда потратить, ну, немало времени. Но зато мы по итогу получим свою уникальную страну, с которой можно вполне себе провести интересную партию. Ну что, будет вам интересно посмотреть на вот такую вот новую Германию. Как будет мир при таком раскладе развиваться. И чего вообще ждать от такого мира. В целом здесь можно как и самому поиграть. И получится достаточно уникальная партия за Германию. Ну а кроме того, можно вполне себе вот так же, как я сейчас привел к власти и прокачал все фокусы. Отдать потом под управление искусственным интеллектом и посмотреть, реально ли под такими бафами и с такими командующими Германия добьется намного большего. Ну уж извините, бонусы здесь реально классные. То есть если генералитет никуда не потерялся бонусы, так здесь еще больше бонусов. Это на самом деле жесть. И Германия прям под спидами своеобразными получается у нас с вами здесь. И она наверное реально может многого добиться. И конечно же я буду ждать и веточки на других правителях. Они небольшие, да. И вроде бы сильно не отнимают у вас времени. Но дают неплохие на самом деле бонусы. И хоть такое небольшое разнообразие в игру вносят. Так что пишите, как вам будет интересно посмотреть. Цельное прохождение под моим управлением за такую Германию. Либо же посмотреть на то, как искусственный интеллект в данном раскладе с такими бонусами будет жить и развиваться. Я уже на основе ваших комментов сделаю сначала самый популярный вариант. А потом если будет много желающих еще и на другой, то и на другое посмотрим. Ссылку на мод вы найдете в описании. Можете сами поиграть, заценить. Он на английском языке, сразу же предупреждаю. Поэтому запускайте только с ним. Больше он никаких модов дополнительно не требует. Так что проблем у вас быть не должно. А на этом все. Если понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите следующих роликов. Кстати, если у вас есть на примете тоже подобные моды, где они не сильно влияют на геймплей, но вносят разнообразие в игре за какую-то страну, то предлагайте. Кроме того, за совет отдельных модов я вас упомяну в ролике. Вам приятно и мне полезно. Ну что ж, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok